всем привет дорогие друзья сами джокер и это уже четвертая постройка айфона в майнкрафте и так остановились в этом как мы построили наш сдвиговый регистр и как я сказал прошлой серии что мы в следующей серии будем подключать наш собственно говоря сдвига регистры к кнопочки и также подключать наши так сказать разблокираторы дисплеев тоже к основной кнопочки ну и давайте этим и займемся сегодня так вот у нас есть командный блок значит нам нужно скопировать одну команду вот так ладно уже не нужно это фигня так значит копируем вот такую вот команду которая с таким названием скорборд objectives от icon 2 даме и отправляемся к нашей кнопки и вставляем ее вот сюда команду мы уже вставили значит теперь так сейчас мы закроем теперь нам нужно так чуть-чуть уберем сейчас и поставить здесь репитер дальше ставим здесь вот так даже стоп да вот так поставим блоки извиняюсь и здесь поставим красный факел дальше спускаем вот сюда так нет сильно далеко вот так блоки я если честно буду строить все по памяти как я строю в той незаписавшейся серии вот так что так будет немножечко долго так сюда и давайте еще наверно сразу сделаем все это дело так и давайте здесь сделаем вот так то бишь у нас это будет выглядеть вот таким вот образом здесь опять поставим редстоун здесь красный факел здесь блок и все так значит у нас получается вот здесь будет красный факел стоять который у нас как раз будет активирован отлично все я значит хорошо делаю так значит сюда мы прокладываем редстоун и ставим сюда репитер вот таким вот образом теперь нам нужно сделать такую штуку чтобы когда у нас мы выключали наш собственно говоря нашу наш айфон у нас дроп допустим с вот этой позиции перемещался и перемещался назад на нулевую то бишь мы делаем это все дело вот таким вот образом мы здесь поставим наш как его называют там я уже забыл таймер вот вспомнил наконец-то извините за то что туплю вот так что так ставим сюда редстоун и теперь берем обычные поршни блин я сказал обычные вот так и ставим их вот таким вот образом на один из поршней ставим протестон блок далее мы делаем это все дело вот так и и и и и и так это мы убираем значит когда у нас получается я уже честно не помню как и устроил стоп а нет чуть 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 дольше нужно точнее дальше что я действительно туплю сегодня значит чуть чуть дальше мы ставим наши блоки так это мы нам нужнее покажет значит ставим здесь воронки теперь ставим тут и вот тут блоки вот таким вот образом так мы сделаем подальше все дело ой-ой-ой-ой-ой так теперь берем компаратор да так по моему ставим его вот сюда и тут мы проводим вот так к поршню наш так сказать сигнал значит у нас здесь будет также стоять наш два наши два репитера здесь у нас будет просто стоять это уже не хорошо как же тогда тогда тут сделать ладно сделаем тогда здесь вот таким вот образом образом тогда обновиться этот командный блок нам да не нужно не нужно ну стоп здесь мы ставим ред факел ой-ой-ой и уважаем вещи эти штук 30 положим нет это будет сильно долго давайте штук 20 одну положим так значит здесь у нас по-любому должен стоять компаратор здесь по-любому должен тоже ред факел здесь блок здесь блок здесь значит у нас должен по-любому стоять репитер теперь здесь блок и ставим здесь репитер вот теперь проблема осталась сбросом то бишь нам нужно это как-то осуществить этот сброс даже не знаю как во блин дилемма тут мы ставим задержку тут задержку вот как тут сделать так чтобы у нас не давайте сделаем так стоп что за нах я не понял ну что команды а да точно даже версия 172 бакет сервера у нас тут команды не сохраняются поэтому мы точнее я все сделаю то есть у нас вот команда потом я возьму через mcd это все скопирую и вставлю вот сюда и все и не будем парить значит давайте сделаем так все равно у нас тут пока что команд нету блин блин пишем 137 ставим сюда и два репитера вот сюда все да и здесь ставим redstone в принципе все когда мы будем отключать у нас будет подаваться короткий сигнал на таймер вот стоп раз будет отключаться а не 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 тут нужно сделать чуть по другому нужно сделать вот так все вот это тут еще и эти неправильно как они называют дропперы расставлены ну значит это мы сейчас все сделаем через mcd вот давайте я наверное остановлю запись сейчас то сделаю все через mcd и мы вернемся итак я вернулся в общем я через mc edit все исправил вот у меня все командные блоки заполнены вот как вы можете заметить вот и все в принципе нормально вот сейчас мы так это потом исправим мы и также я еще перенес вон ту кнопку он там который находится перенес ее вот сюда это когда мы будем для наглядного ну чтобы посмотреть как она будет все работать чтоб не вот это вот как бы вам сказать не летать туда-сюда вот ну что ж давайте это все мы подключим теперь уже так сказать наши разблокераторы дисплея значит где у нас здесь дорожки из redstone мы выводим здесь вот так наши блоки вот таким вот образом и так меня отвлекли как обычно но мы все таки продолжаем так давайте вот эти блоки мы опять же уберем они нам не нужны и теперь давайте все это дело подключим к нашей основной цепи то бишь здесь мы просто возьмем поставим так репитер сюда репитер вот сюда и здесь мы тоже самое сделаем так выводим сюда репитер сюда и здесь мы везде положим redstone так и вот так теперь что мы делаем мы берем наши блоки любые и проводим так вот то есть вот так вот выставляем их для начала так 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 то есть как бы такой вот змейкой мы их выставляем сюда сюда так все ли там нормально да и последний у нас блок будет вот здесь находиться то есть теперь мы выставляем везде наши красные факелы вот таким вот образом так 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 блин вот да я мое то что ж ты будешь делать вот вот и только вот это значит вот так как и так или везде тут выставляем redstone да именно redstone так 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 вот таким вот образом значит у нас здесь стоит как бы inventor да так и написали в к у нас как бы стоит inventor значит мы вот так вот ставим да у нас здесь кстати она будет еще по выставлять везде компараторы это мы тоже чуть позже сделаем так теперь значит мы ставим вот так вот здесь то есть везде мы выставляем наши так сказать сигналы вот от этой вот основной линии к нашим линиям которые у нас будет так сказать обновлять наш дисплейчик точнее не обновлять и разблокировать наш дисплейчик может у нас собственно говоря получилось и теперь давайте наверное давайте давайте сделаем еще чтобы при выключении нашего гу интерфейса у нас давался короткий сигнал на обновление всех дисплей то есть вот я тут как уже говорил провел вот такую вот линию вот и сейчас мы ее как бы подключим и все так она у нас идет вот отсюда и идет 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 вот сюда так давайте ее подключим и испытаем собственно говоря наш iphone в одиночной игре так значит как мы будем это все подключать ставим мы вот сюда наш так блоки и у нас при выключении должен подаваться один короткий сигнал то бишь у нас вот здесь должен стоять репитер даже вот вот здесь репитер должен стоять здесь редстоун здесь у нас должен стоять воршень чтобы подавал короткий сигнал здесь репитер тоже с задержкой и тот задержкой и здесь у нас должны тоже стоять наши наш репитер и редстоун собственно говоря все мы подключили наш двиговый регистр к основному гу интерфейсу теперь осталось так сказать это все проверить как она будет работать так что у нас тут давайте сразу проверим все так сказать ничего ли здесь такого нет ничего не замыкается да еще раз народ извиняюсь за то что туплю вот сегодня какой-то день такой не очень как тайм и снять снимать я через силу что ли снимать вообще было спаду я так подумал ладно уже сниму постройку айфона в общем так вроде бы все нормально все хорошо все отлично давайте выходим сервера я меняю так сказать точнее устанавливаю нашу карту давайте вот так сейчас я сдам папочку и в эту папку и собственно говоря закинул наш айфончик блин да я же забыл там еще нужно было компараторы выстоять но это мы сейчас сделаем в одиночке так заходим так где новая папка новая папка вот новая папка так извиняюсь вот мы в одиночной игре давайте выставим везде здесь компараторы и на несколько так сказать секунд ой-ой-ой-ой-ой-ой так ладно ничего бывает такие лаги тоже как лагает так прогрузка идет да понимаю так уй как лагает сейчас давайте а ну естественно 6 чанки на 16 конечно налогать будет стоп а почему а все я понял нам нужно еще раз обновить эти командные блоки все давайте где-нибудь вот здесь уберем красный факел просто обновим все и назад уберем чтобы они не спали так значит тут точно также выставляем везде наши компараторы так вот так внизу я везде по выставлял так тут уже есть компаратор компаратор тут ставим компаратор тут ставим компаратора еще где еще компара тот нужен вот здесь вот здесь есть здесь Здесь и так далее. Так, здесь у нас уже стоит компаратор. Так, наверху практически везде компараторы стоят. Да, наверху везде стоят компараторы. Давайте еще проверим. Вроде бы все нормально. Так, давайте. Так, вон у нас там мигает курсор и тут буковка. По-моему, он же мигает? Да, он мигает. Как вы можете заметить, у нас все, все наши дисплейчики работают. Давайте все наши дисплеи мы ресетнем. Так, они у нас сейчас ресетнутся, у нас все с них удалится. Вот почему только здесь у нас... А, ну ясно, все ясно, все понятно. У нас здесь... А, да, стоп, и что-нибудь подсоединил. Нет, подсоединил. А тогда чего оно не обновилось? Ну ладно. Все, стоп. Что за фигня? А, все, я понял. В чем, наверное, причина? А, нет, не в этом причина. Скорее всего, на сдвиговом регистре. Да, да-да-да-да-да-да-да-да. Вот у нас сдвиговый регистр наш. Давайте удалим это все дело. И опять обновим это все дело. Так. Все. Да что ж ты будешь делать? Давайте, значит, сделаем так. Ctrl-A, Ctrl-C. Убираем. Ctrl-V. Все. Так, норм. Ну что ж, давайте теперь это все дело мы проверим. Так, сейчас у нас наш дисплей у нас на нулевой позиции. Точнее, сдвиговый регистр. Мы ставим, включаем наш, наш айфон. У нас переместилось на вторую. Почему у нас не переместилось? А, тут нужно поставить репитер. Я не понял, почему оно не переместилось? Все ж, вроде бы. Ладно, давайте это вручную сделаем. Так, у нас по идее активировался дисплей 1. У нас они все равно не разблокировались. Да? Стоп, а почему? Они что, не подключены, что ли? Нет, здесь у нас, значит, должны быть... Просто... Здесь у нас должен быть просто Redstone. Так же самое у нас должен быть... И здесь просто Redstone. И так же самое у нас должен быть... Здесь... А, и здесь тогда должен быть тоже просто Redstone. Стоять. Да, все. Теперь у нас все обновляется. Все дисплейчики у нас обновляются. Давайте его опять отключим и... Нет, давайте... Сейчас мы сделаем это все вот так. Так, мы отключим наш... Вот эту вот фигню. Переместим Redstone вот сюда. И... Отключим нашу всю схему. Так, посмотрим, все ли у нас дисплейчики отключатся. Так, стоп. Так, стоп. Что здесь у нас должно быть... Блин, что-то я запутался. Стойте, стойте. Получается, когда мы включаем... Здесь... Стоп. У нас сейчас... Все отключены. Да, дисплей? Значит, у нас здесь... Должен стоять красный факел. Вот здесь должен стоять... Красный факел. То есть, когда мы отключаем, у нас... Так, есть. Теперь здесь. Что у нас здесь? То есть, у нас... Отключается, и у нас загораются дисплейчики. Нет, значит, и здесь должен стоять красный факел. И здесь тоже должен стоять, по идее, тогда красный факел. Но почему, когда я... Нажимаю на кнопку... Ой, ее, что-то я сильно разы... Загнул. Блин, аж на третью позицию переместился в курсор. Ну ладно. Так, ну... Самое главное, что... Сдвиговый регистр работает. Сейчас мы... Еще раз проверим... Что у нас там... Творится... Вообще... Так, давайте... Еще раз включим наш... Так сказать... Я не пойму, почему... Стоп, ну и... Ну... Где-то я, значит, просчитался тут. А ну... Сейчас мы еще раз проверим. Я отключаю. Что-то тут ничего не изменилось, мне кажется. Сейчас мы проверим. Вот там факел не горит. По идее... Когда я нажимаю на эту кнопку... А... Все, я понял. Я... Я все понял. Почему у нас не работает... Так, сейчас... Вот так. Вот так и лучше. Я понял, почему она не работает. Нам нужно... Провести сигнал вот... От этой линии. Так. Чуть дальше давайте... Это сделаем. Вот от этой линии. Я сначала не... Я сначала не в дуплил, потом... Вроде бы все... Да, так должно у нас все быть это. Значит, мы... Ставим здесь репитер. Давайте... Сразу репитеры повыставляем. И тут поставим. И тут отдельной линией мы это все дело выведем. То есть от нашего, так сказать... Наши вот этой вот штуки. Значит... Тут мы... Ставим, опять же, наши блоки. Так. Так. И вот так. Ну и здесь вот так. Этот блок мы убираем. Здесь мы ставим... Наш красный факел. Так, так. Так, так. Так. И, 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 и. Берем опять репитер. А! Какой репитер? Господи, что я говорю. Ставим сюда, значит... Красный факел. Сюда красный факел. Редстоун. И сюда редстоун. Нет. Не сюда. Мы сделаем это наоборот. То есть... С этой стороны мы поставим... Наш... Все. Все. Так. Значит, здесь мы устанавливаем редстоун факел. И здесь редстоун. Все. Теперь я понял, в чем была проблема. Теперь там уже должно быть все нормально, по идее. Так, давайте еще раз обновим все дисплеи. Так. А, у нас ГУИ... У нас ГУИ включено, да? Да, у нас ГУИ включено. Почему-то, я не понимаю, почему. Ой. Ой-ой-ой, я упал. Значит, значит, значит... Подождите. У нас ГУИ включено. Значит, сейчас должны работать наши... Так сказать... Эмм... Эти штуки. То есть, обновление блоков. Значит, у нас должно... Должен здесь быть... Эмм... Инвентар. Вот так. И теперь мы... Убираем это все дело вручную. Вот сюда. Отключаем наш... Айфон. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. У меня... Логнуло сильно. Вот, все. Значит, вот мы отключили наш айфон. Эмм... 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 Теперь... По идее... Если мы его включим, у нас должно все заработать. Так, значит... Так, значит... Угу-угу. Ну, давайте проверим. Нажимаем. Так, у нас включается наш... ГУИ-интерфейс. Дальше у нас... Дальше у нас... Эээ... Начали обновляться все командные блоки. И переместился... Курсор на... С нулевой позиции. Я сказал, а что он не переместился? Ну ладно, давайте это все сделаем вручную. Переместим его на нулевую позицию. Вот. То есть с нулевой на первую. Там, наверное, что-то сильно логнуло. Эээ... Давайте, наверное, здесь даже сделаем еще... Стоп, а почему оно не обновляется? То есть... Когда мы... Нажимаем... Ага, 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 все, 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 я понял. Я понял... Что я ничего не понял. Нет, стоп. Эээ... Значит... Мы сделаем по-другому. Эээ... У нас должен здесь стоять... Так сказать... Наш инвентор. Да. У нас здесь должен стоять блок. Вот. И здесь должен стоять... Редстон факел. Вот. То есть теперь, когда у нас будет отключаться, у нас все будет работать отлично. Эээ... Эээ... Тогда все у нас... Нет, стоп. Не... Не шикарно. Ммм... Я, наверное, скорее всего, не оттуда мы провел это все дело. У нас должно... Так, это все у нас пусть будет на первой позиции. Так, сейчас я посмотрю, сколько я снимаю уже. Тридцать две минуты. Давайте сейчас я быстренько это все решу. Мы его быстренько протестируем. И все. И на этом мы закончим. Давайте все-таки... Когда мы будем его, получается, выключать, у нас появляется сигнал вот на этот поршень. Да? То бишь, у нас здесь какой-то затухнет факел. Значит так, да? Значит, я сделаю вот таким вот образом. Просто проведу все дело вот отсюда. То есть у нас будет блокировать наш, так сказать, сигнал. Вот эта ячейка. Давайте еще раз проверим. Так, заблокировала. Хорошо. А эта ячейка у нас будет отвечать за сброс. Правильно? Правильно. То есть мы... Давайте проверим, включим. Да, есть у нас работает. Только почему-то на дисплей 3 у нас перескочил. А, у нас же на дисплее... Втором было все. А теперь давайте отключим. Это все дело. А, здесь же у нас нет редстоуна. Значит, мы ставим здесь редфакел. Не, ну, смотрите. Получается, когда мы нажимаем, у нас будет просто активироваться сразу еще и вот это. Нам это не нужно. Поэтому мы вот это все дело убираем. Вот это. Мы проведем все-таки от вот этой линии. То есть у нас сейчас горит, да? По идее у нас... Значит, не должно гореть... Ой, не должен гореть сейчас редфакел. Нет, стоп. Он, наоборот, должен гореть. Значит, мы убираем здесь и проводим вот так редстоун. Здесь ставим редстоун. Все. То есть вот так вот у нас будет работать. Теперь, когда мы... Так, давайте день включим. Нажимаем на кнопочку. У нас перемещается наш дроп на третий. Ну, потому что у меня он должен был быть на нулевой позиции. Так. Вот. И когда мы будем активировать, у нас будет идти сброс. Все. Давайте еще раз. Стоп. Нет. Вот этот блок. Ctrl-A. Ctrl-C. Я перепутал. Он должен стоять у нас, скорее всего, вот здесь где-то. Вот давайте его вот тут поставим. Командный блок. Ctrl-V. Потому что, смотрите, когда мы будем нажимать на кнопку, у нас будет активироваться вот этот командный блок, и будет активироваться вот эта вся система. А когда мы будем уже нажимать еще раз, у нас же, что она еще раз будет активироваться. Так что нам это не нужно. Мы нажимаем. Сейчас мы все проверим, как она будет работать, естественно. Так. Лаги, лаги, лаги. Так, 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 так. Там все у нас дезактивировано. А на этой? Все ли там нормально? Ну, это чисто проблема уже, точнее, не проблема, а лаги. Так что мы сейчас-то... А, у нас тут еще, оказывается, есть редстоун. Все, дисплей 6 мы убрали. Так, ну и теперь давайте проверим. Активируем. Так, дисплей 1. Вот у нас начал мигать курсорчик. Так, там у нас все запустилось. Да, там у нас все прогрузилось. Так, нажимаем на нашу, собственно говоря, кнопочку. Аккаунт 2. Аккаунт. Так, нажимаем на кнопочку. И у нас отображается наша буковка на дисплее. Нажимаем еще раз. И у нас еще раз она отображается на дисплее. Нажимаем еще раз. Давайте понажимаем так несколько раз. Чтобы убедиться, что у нас все дисплеи работают. Так, и у нас сейчас должен быть курсор внизу. Да. Все у нас работает. У нас сейчас он на 9-ом H-дисплее. Значит, давайте теперь проверим наш таймер. Который у нас будет перемещать наш... Так сказать... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот, у нас оно все это перемещается дело. Как вы можете заметить. И сейчас оно переместится на нулевую позицию. Вот. Все у нас переместилось на нулевую позицию. Все у нас хорошо работает. Все отлично. Ну что ж, на этом, я думаю, мы закончим. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. С вами был Джокер. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok